В столице России убит Борис Немцов. Это произошло около полуночи по московскому времени, на Большом Каменном мосту, недалеко от Кремля. Он шел с девушкой, неизвестные выскочили из машины белого цвета, произвели шесть выстрелов и скрылись. Стреляли в спину. В российской столице объявлен план перехват. На месте преступления работает следственная оперативная группа. Девушка, с которой шел Немцов, гражданка Украины, 91-го года рождения, по некоторым данным, это фотомодель Анна Дурицкая. По ее словам, они с Немцовым решили пройтись перед поздним ужином. Сейчас свидетельница дает показания следствию. Первым из соратников факт гибели Немцова подтвердил Илья Яшин. К сожалению, это правда. Я сейчас прямо перед собой вижу труп Бориса, сообщил он. Губернатор Кировской области Никита Белых написал в Твиттере через 20 минут после убийства. Кошмар, Немцова убили, не могу поверить. Четыре часа назад мы с ним разговаривали, смеялись, вспоминали что-то. Заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин считает, что убийство носит заказной и исключительно провокационный характер. Глава государства также принес соболезнования семье политика. Немцова убили за два дня до оппозиционного антикризисного марша «Весна», который намечен на 1 марта. Он был одним из организаторов шествия. Участники собирались призвать к отставке Путина, освобождению политзаключенных, прекращению войны в Украине. Наш московский корреспондент Николай Старобахин сейчас на месте событий. Он выходит на связь по скайпу. Здравствуйте. Убийство Бориса Немцова произошло около трех часов назад. Вот здесь, на Пшевом каменном мосту это произошло. Вот вы видите, буквально мы сейчас находимся в 10 метрах от того места, где и были учены пули в одного из видных российских оппозиционных деятелей. По предварительным данным, около 23 часов 20 минут это произошло. Борис Немцов прогуливался по мосту со своей спутницы, 91-го года рождения, пока не очень много известно, и проезжала мимо Белая иномарка. Из нее были выпущены несколько выстрелов, по разным данным, от 6 до 8 выстрелов. По всей видимости, 4 пули попали в политика, и он скончался на месте. Сейчас здесь несколько часов после этого мост был перекрыт. Приехали представители Следственного комитета России. Ожидается даже появление главы Министерства внутренних дел Российской Федерации, а глава столичной полиции уже сюда прибыл. Он здесь присутствовал, присутствует. И здесь, конечно, сейчас очень много журналистов. Все пытаются понять, узнать какие-то детали. А что именно произошло, в чем причина. О причинах, о возможных причинах заговорили почти сразу. Соратники, друзья Бориса Немцова сразу назвали одной из причин политику, политическую деятельность Бориса Немцова. Надо отметить, что, кстати, пресс-служба президента, который и сам президент, которые уже отреагировали на это происшествие, назвали это убийство провокационным. Вот так вот сформулировав это. Так что здесь уже немножко мнение расходится. Хотя, конечно, все признают, что по всей видимости, и пресс-служба это признает, по всей видимости, убийство связано с политической деятельностью Бориса Немцова. Борис Немцов был одним из видных оппозиционных деятелей Российской Федерации. В последнее время он трудился в Ярославской городской думе депутатом от РПР Парнаса, от партии. Он там был чуть ли не единственным оппозиционным депутатом из такой, так называемой, непарламентской оппозиции. Ну и вот известно, что Борис Немцов буквально в это воскресенье должен был быть одним из инициаторов и, конечно, участником крупного оппозиционного марша «Весна», который должен пройти в Москве, в Марьино. Что еще можно сейчас сказать? Вот буквально несколько минут назад мост был открыт, машины сейчас уже начинают ехать по нему. Тем не менее, оперативные следственные действия здесь еще проводятся, и когда они завершатся, неизвестно. Но вот по всей видимости тела Бориса Немцова отсюда было вывезено буквально 10 минут назад. Увидели, как проехала карета скорой помощи, а до этого буквально в течение двух часов здесь медики еще проводили какие-то свои процедуры над телом Бориса Немцова. Вот пока такие основные новости, но мы будем следить за развитием событий. Спасибо большое, Николай. Это был корреспондент РТВА в Москве Николай Старабахин, который сейчас находится на месте убийства Бориса Немцова.